За нами последовали бойцы и командиры. Их гнал начавшийся голод. По дороге уничтожили две грузовые машины с немцами, убили двух мотоциклистов. Платформа покатилась под горку с моста, на котором и взорвалась. Был здесь и генерал Власов. Я вас категорически приветствую. Продолжаем знакомиться с роликами, созданными на основе воспоминаний наших ветеранов. Совместно проектом «Я помню» и «Тупичком». Мы отобрали только 36 историй, а на сайте iRemember.ru ты их найдешь почти три тысячи. Ознакомься, не пожалею. Такой рафинированной правды о войне нет больше нигде. Ну а сегодня мы расскажем о герое Советского Союза Константине Артемьевиче Арефьеве. Перед войной он был директором Киевского железнодорожного вокзала. С началом войны ушел добровольцем в ополчение. Воевал на ополченческом бронепоезде. Попал в окружение, стал подпольщиком. Потом партизанил. Его воспоминаний хватит на сюжеты для нескольких добротных боевиков. Ну, захочешь – ознакомься подробно на iRemember.ru. В формат ролика все это просто не помещается. К 7 июля 1941 года силами рабочих Киевского паровозно-ремонтного завода был построен первый киевский ополченский бронепоезд, который назвали «Литер А». Броней обшили паровоз и углярки, стальные вагоны для перевозки угля. Вооружили его 76-мм пушкой и пулеметами. Из ополченского батальона, киевских железнодорожников сформировали команду, ну, а меня назначили помощником командира. Вслед за первым бронепоездом построили второй – «Литер Б», ну, а потом третий. Бронепоезда на разных участках обороны выполняли задания командования фронтом. Позже нас подчинили 37-й армии генерала Власова. Это та самая сволочь, которая впоследствии стала изменником родины. Он перешел на сторону нацистов и возглавил созданную ими из русских военнопленных – армию предателей. Киев наши войска сдали 19 сентября 1941 года. За неделю до этого «Литер А» выехал в Яготин. По дороге мы встретили группу в полсотни красноармейцев, собранную из остатков разбитого батальона. Ее командир обрадовался нам, вскочил на подножку, стал просить помочь боеприпасами. Мы дали ему 8 ящиков винтовочных патронов и поддержали артиллерийским огнем, отражая очередное наступление немцев. В ходе боя бронепоезд отъехал от станции метров на 400, ну и остановился. Я взял двух бойцов и пошел вперед. Вдруг вижу, приближаются два немецких танка. Мы сразу побежали обратно, еле успели заскочить в бронепоезд. Расчеты на ходу вели огонь под танком. Те стреляли в ответ. Прямым попаданием вражеского снаряда заклинило одну из орудийных башен. Получила пробоину бронеплощадка номер один. От термитного снаряда загорелась контрольная площадка, груженная ящиками с боеприпасами. Бронепоезд спешно отвели за переброшенный через речку мост. Выскочив из-за поворота, состав столкнулся, ну правда не сильно, со спешившим нам на выручку бронепоездом 66-го полка железнодорожных войск НКВД майора Панькова. Командир бронепоезда товарищ Паньков дает задание разведки. Раздумывать было некогда. Командиры политрук бронеплощадки вместе со своим экипажем бросились на горящую платформу и сняли с нее еще не объятые пламенем 20 ящиков с боеприпасами. В это время помощники машиниста отцепили ее, а сам машинист оттолкнул прочь и платформа покатилась под горку в сторону моста, на котором и взорвалась. Устранить последствия взрыва мы не могли, так как приближались немецкие танки. В открытом бою у нас против них не было никаких шансов. Оба бронепоезда отправились в Киев. По пути за Березанью, по приказу командования, мы взорвали хранившиеся на складе несколько сотен тонн горючего. А вскоре стало известно, что и город, и все его защитники оказались в так называемом Киевском котле. 19 сентября началось отступление. Всего из окружения прорывались пять бронепоездов. Мы отступали с тяжелыми боями, пока не дошли до места, где немцы на несколько сотен метров вперед разрушили все шпалы. Дальше ходу не было. В ночь с 23 на 24 сентября генерал Власов приказал уничтожить бронепоезда. Мы взорвали и пустили под откос. Захватив с собой стрелковое вооружение, пулеметы, винтовки, автоматы, команды выгрузились из бронепоездов и пошли строго на юг. Был у нас человек 400. Возглавил объединенную команду майор НКВД Паньков. До утра прошли километров восемь. Подошли к болоту. Проводник сказал, что за ним будет большой лес, но там оказался покрытый небольшим леском остров в площади где-то четыре квадратных километра. А на нем скопилась масса военных самых разных родов войск. Был здесь и генерал Власов. В первые же дни он собрал командирский состав и запретил выход с острова, говоря, что прежде чем выйти, надо сделать разведку и что выходить будем организовано. С трех сторон, с запада, с юга и с востока, дорогу преграждали немецкие заслоны, а с северной стороны шел непрерывный поток отступающих людей. Пока было сухо, на островок успели загнать лошадей и до 50 голов скота, но они быстро закончились. Сидели мы на островке шесть дней. Вскоре начался голод, и на юг потянулся нескончаемый поток желающих сдаться в плен. Они шли к шоссейной дороге. Здесь на мосту стоял немецкий кинооператор. Бойцы, проходя мимо него, поднимали руки вверх. Немцы брали их в плен, а он все это непрерывно снимал. 2 октября, на седьмой день пребывания на острове, с западной стороны на лодке к нам подгреб, подетый в красноармейскую форму мальчишка, лет 12-13, в пилотке, на левой руке часы. Он сказал, что немцы передали, чтобы мы сдавались в плен. Генерал Власов хотел его тут же расстрелять, но за него вступился майор НКВД Паньков. Решили написать немцам письмо. На каких, мол, условиях вы будете нас брать в плен? Ну, с тем, чтобы затянуть время, а ночью попытаться вырваться. В три часа дня, как нас и предупреждали, со всех четырех сторон немцы открыли ураганный огонь. Мы заняли круговую оборону. Стрельба прекратилась в 18.20. Много людей погибло, в том числе и командир команды бронепоездов майор Паньков. В 10 часов вечера решили идти на прорыв. Впереди пошли 25 человек, вооруженные пулеметами, двумя автоматами, винтовками. Следом за ними в болото стала спускаться и моя группа. За нами последовали другие бойцы и командиры. Их гнал прочь от острова начавшийся голод. Из всей этой команды вырваться удалось немногим. Нас осталось трое. Я, командир артиллерийской площадки литера «Б» Николай Рябаконь и Петр Новиков. Курс мы держали на Полтаву. По дороге уничтожили две грузовые машины с немцами, убили двух мотоциклистов, разбили легковую машину, забрали часть вооружения и одежду. 25 октября 1941 года дошли до села Григорьевка Полтавской области. И там я совершенно случайно встретил свою семью, мать, отчима, братьев. Дальше на восток мне идти было незачем. Еще во время службы на бронепоезде я согласился остаться в киевском подполье. Меня вызвали в управление юго-западной железной дороги, дали адреса явочных квартир, подготовили документы. Теперь надо было возвращаться и организовывать подпольную работу в оккупированном немцами Киеве. И в ноябре я отправился обратно. В ролике мы рассказали о том, как Константин Артемьевич начинал воевать в 1941 году. А вот боевой счет его партизанского отряда, которым он командовал уже в 43-м. 25 пущенных под откос вражеских эшелонов, 24 взорванных железнодорожных и шоссейных моста, 8 разгромленных вражеских гарнизонов, 1612 убитых немецких солдат и офицеров. Это тебе не генерал Власов, который сдался немцам в плен и стал предателем. Это тебе не твари-полицаи, которые шли служить оккупантам за возможность сытно жрать и крепко спать. Подробности можешь разузнать на сайте iRemember.ru. А на сегодня все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!